Загадочная и в то же время откровенная столица Нидерландов всегда привлекала туристов своей откровенностью. В Амстердаме нету широких проспектов или небоскребов, как в любых других мегаполисах. У этого города своя изюминка – свобода. Путешественники рвутся сюда за вседозволенностью, страстью и, конечно, тюльпанами. Одна из таких историй – миф о гербе Амстердама, а именно о его символичности и трех «Х». Речь пойдет не о буквах, а о символах «Х», которые обозначают три несчастья Нидерландов, наводнения, пожары, черная смерть. Чума стала страшным испытанием для всей страны, унесшей за собой сотни тысяч жизней. Однако город выстоял и смог победить эту напасть. Голландец Антони Ван Левенгук был первым, кто обнаружил в микроскопе эту бактерию. И если с чумой удалось справиться, то опасность наводнения до сих пор нависает над жителями. А все потому, что Амстердам на 4 метра ниже уровня моря, из-за этого весь город построен на сваях при помощи огромных ставок. Это серьезная угроза столицы, в случае глобального потепления город тюльпана в первом уйдет под воду. Самый экстравагантный и свободный город Европы Амстердам однако голландцы не унывают и наслаждаются каждой минутой своей жизни, о чем и свидетельствует второе название Амстердама – город грехов. В стране разрешены однополые браки и гей-парады, была легализована проституция и легкие наркотики, таких как гашиш и марихуана. Все эти факторы, безусловно, притягивают туристов и любителей шумных и неординарных вечеринок. Центральный ЖД вокзал Амстердам, казалось бы, с таким ритмом жизни среди местного населения найдется немного фанатов спорта, но голландцы и тут удивляют. Во всей стране царит культ здоровья, правильного питания и спорта. Именно из Нидерландов пришла мода на экологически чистую еду, а обычным автомобилям предпочитают велосипед или пешие прогулки. Амстердам – места, которые знают только местный Амстердам идет в ногу со временем, а иногда и сквозь время, как это случилось с работами всемирно известного постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Путешествовать по столице Нидерландов и не увидеть музей Ван Гога – непростительное упущение. Ну а если путешествие проходит в период цветения, то после просмотра картин великого маэстро можно прогуляться по парку Кикенхов, который еще называют Садом Европы. Каждой весной проводится парад цветов, который проходит на территории 32 гектара земли и участвует в нем 7 миллионов луковичных растений и больше половины из них тюльпаны. Столица Нидерландов поражает своей степенью свободы и откровения. Путешественники едут в Амстердам за острыми ощущениями, и они их получают, в перерывах наслаждаясь цветочными парками и музеями.